Спасибо, здравствуйте, коллеги. Я сегодня хочу рассказать про наш проект, который предназначен для постройки мобильных и настольных приложений для различных целевых платформ. Широкими штрихами пройдемся вкратце по сути проекта, по истории его, по архитектуре, техническим моментам, и в конце будет некая практическая часть демонстрации. О себе вкратце. Я один из учредителей в компании ТАО технологии. Меня зовут Александр Епифанов. Довольно давно занимаюсь разработкой софта. Последние 10 лет в основном фокусируюсь на кроссплатформенных инструментах и инструментах для разработки. Помимо всякой другой деятельности в компании, в том числе и пишу код до сих пор на разных стэках, на трибьючу в нашей репозитории в первую очередь. О проекте, о котором я хочу рассказать, он называется Romobile. Romobile. Это проект под лицензией MIT. Он хостится в нескольких репозиториях на GitHub. В основном репозитории у него более тысячи звезд, что нам приятно. Класс программного обеспечения, которым является наша платформа, это платформа для разработки приложений, причем она сфокусирована именно на корпоративное и промышленное применение. Монетизация проекта осуществляется за счет технической поддержки, разработки дополнительных функций для наших заказчиков. Из важного еще можно добавить, что это не какое-либо ноу-код решение. Оно требует разработческих навыков от наших пользователей. Вкратце по истории. Она такая достаточно витиеватая и длинная, потому что первый релиз продукта состоялся еще в 2008 году. Это изначально был калифорнийский стартап. Он в свое время принимал участие в каких-то стартап-шоу, занимал там места. И даже попадал в гартнеровский квадрат в классе MADP, Mobile Application Development Platform. В середине десятых годов проект и команда работали, разрабатывались. Команда работала в крупных корпорациях Zebra Technologies и Motorola Solutions, которые занимаются продажами специализированного оборудования, терминалов сбора данных. И Motorola и Zebra, в частности, нужно было подобное решение, как одно из средств разработки для своего железа. Но с 2015 года часть команды ушла в свободное плавание, основала компанию Tau Technologies и продолжила уже развивать RoMobile как открытое решение самостоятельно. Чем мы и занимаемся по сей день. Недавно вышел релиз 7.5. Ну и вот давно назревало, и наконец-то опять-таки назрела необходимость, видимо, вносить наше решение в списке отечественных продуктов, импортозамещающих и так далее, что мы и делаем в данный момент, в ближайший момент сделаем. Ну и в список каталога RPP мы уже внеслись тоже, как средство от разработки. Состав продукта, так я условно поделил, на следующие компоненты. Значит, это хостовая часть, то есть то, что работает на машине разработчика. Это собственная система сборки, которая интегрируется с тулчейном по целевую платформу. То есть, скажем, если мы про Android говорим как целевую платформу, значит мы интегрируемся с Android SDK, NDK или с iOS-овскими тулами и так далее. В результате получаем на выходе некий целевой артефакт, который родной для платформы. Если мы говорим про Android, это APK, для Linux дистрибутива это RPE, может быть LDEB, IPA для айфона и так далее. На рантайме у нас работает из таких важных компонентов Ruby машина. Я дальше погружусь в техническую часть. Нода может тоже работать. Ну и всякие дополнительные компоненты мы используем, такие, скажем, как seurl, SQLite для хранения данных, OpenSL и так далее. Также присутствуют серверные компоненты, то есть это библиотека для клиентского приложения и серверная часть, обеспечивающая бесшовную синхронизацию и пересылку данных между, скажем, мобильным устройством и бэкэндом каким-либо. Также в состав проекта включена среда разработки. У нас есть старая среда на базе Eclipse и новую, которую мы сейчас пишем, она будет базироваться на VS Code. Аналоги. Ну, если мы про функциональные аналоги говорим, то это, в принципе, множество всяких кроссплатформенных решений от Qt до Flutter и так далее. Но архитектурно, с технической точки зрения, мы, конечно, больше ближе к FoneGap, электрону, то есть таким веб-решением. Какие компетенции необходимы разработчику для того, чтобы использовать Roombobile и делать на нем какие-то полезные приложения? Не обязательно очень широко и глубоко погружаться именно в мобильную разработку или, скажем, в десктопную, если мы про десктопные приложения говорим. Все-таки больше у нас платформа про мобайл, поэтому я на мобильности буду больше концентрироваться. Но что нужно знать? Желательно, практически обязательно знать Rizek Ruby, владеть HTML и JavaScript тоже неплохо. Если нужно писать какие-то сложные вещи, да, можно писать плагины с помощью нативных технологий под конкретную платформу, которая нам требуется. То есть можно использовать и++, Java под Android, Objective-C и так далее. Архитектура целевого приложения у нас MVC. То есть тоже надо понимать, что это такое, как оказалось, механизм плагинов расширений. И давайте дальше. Да, вот про архитектуру подробнее. Вот эта картинка, она в целом и про клиентскую, и про серверную часть. Я буду вот про левую сторону говорить, про то, что работает на клиентском устройстве. Вот если в целом мы возьмем, скажем так, подходы к разработке приложений, да, вот мы первые две картинки левых, это как бы две крайние части спектра. Либо, допустим, полностью нативное приложение на полностью нативном стеке, либо, скажем, приложение в веб-браузере. Да, это тоже, в общем-то, приложение можно назвать. То есть это какой-то там JavaScript, HTML, он работает, он запускается, может делать что-то полезное. И дальше возможны промежуточные варианты. Кроссплатформенные, скажем, ну, что-то среднее, например, возьмем Xamarin, да, это штука, которая позволяет писать переносимый код, но при этом можно использовать нативные компоненты пользовательского интерфейса. Мы тут, скажем так, в спектре таком прям совсем посерединке, да, у нас получается, что пользовательский интерфейс, он на вебе, то есть это HTML, JavaScript, а внутри у нас кроссплатформенная логика на Ruby. И ниже могут быть еще нативные компоненты и платформенные компоненты. Выглядит это примерно так. Вот у нас устройство, на нем открывается веб-вьюха. И на этом же устройстве у нас запускается веб-сервер, который сервает запросы от этой веб-вьюхи. Соответственно, маршрутизирует по запрошенному адресу на некий код, написанный в парадигме MVC. У нас есть код контроллера, на Ruby написанный. Соответственно, веб-сервер понимает, какой именно контроллер нужно вызвать. Контроллер общается с моделью, запрашивает данные, еще что-то полезное делает, вызывает API платформенные или фреймворковские. И генерирует mail-вьюху, отдает ее обратно в веб-вьюху. В принципе, API можно назвать напрямую из веб-вьюхи. Но, скажем так, если это что-то такое длительное, ресурсоемкое, наверное, лучше этого не делать. Это лучше делать в контроллере, поскольку он развязан по потокам с веб-вьюхой, чтобы не фризить гуй. Тут, опять же, есть тонкости в реализации того, как может быть сделан этот локальный веб-сервер. Он может быть либо настоящим веб-сервером, который, когда поднимается слушающий сокет на локал-хосте, на каком-нибудь рандомном порту, и обслуживает, соответственно, запросы от веб-вьюхи. Если платформа предоставляет такую возможность, например, на iOS есть такая возможность, можно просто платформенными средствами перехватывать запросы, скажем, по HTTP протоколу. И сервать их напрямую, допустив так же в отдельном потоке и так далее. То есть без необходимости какие-то сокеты поднимать и так далее. Тут, скажем так, тоже есть некоторые нюансы с этим. Не всегда платформа позволяет сделать все, что нам надо. Не всегда можно пост-запросы обрабатывать. В общем, мы решаем это так, как наиболее целесообразно в той или иной ситуации. Как я сказал, за веб-сервером работает наша патчная нами Ruby-машина в реализации MRI, в канонической реализации, в C-шной. Патчена она в некоторых местах для того, чтобы более эффективно исполнять код. Об этом чуть позже скажу. Но вообще говоря, архитектура не накладывает ограничения на то, чтобы это была именно Ruby-машина. То есть за веб-сервер мы можем поставить что угодно. Луа, Python, T++, непринципиально. Но исторически так сложилось, что мы работаем именно с Ruby и проблем с ним не испытываем. Далее. Вопрос поступает периодически по поводу того, насколько Ruby-машина наша похожа на среду Ruby настоящую, где-нибудь на сервере. Можно ли джемы цеплять и так далее. Нет, вот так прямо из коробки джемы подцепить нельзя. Нужно их адаптировать. Особенно если в джеме какой-то нативный код, C-шный, например. Для этого нужно специально написать скрипт сборки, чтобы у нас он собрался в нативную любую и залился уже в итоговый артефакт на целевую платформу. Но при этом из коробки у нас есть набор компонентов стандартных, которые часто используются. То есть парсер JSON, работа с BigDecimal, с XML, с файлами, с сериал-портом в частности. Такие, то, что из практики требует частого использования. Далее. Ну, здесь просто иллюстрация того, как работает MVC. Я думаю, все более-менее понимают, да, что из браузера поступает запрос, сервер его сервает, отдает какой-то маршрут, он обрабатывается контроллером, контроллер, соответственно, у модели запрашивает какие-то данные, получает их и генерит вьюку, отдает обратно в веб-браузер. Далее. Чуть подробнее про механизм расширения платформы. Если нам необходимо отдать какое-то дополнительное API в клиентский код, есть специальный механизм, который позволяет это API описать с помощью XML. Можно добавлять функции, константы, параметры, все это описывать. И на базе XML создается некий модуль. С помощью кода генератора генерируется обвязка для JavaScript, для Ruby, для того, чтобы можно было вот эти описанные методы вызывать. Ну, соответственно, также не обязательно именно API оттопыривать, можно просто какую-то функциональность внедрить в платформу с помощью хуков. Есть там у нас такой extension manager, он позволяет, скажем, перехватывать загрузки страниц, какие-то состояния системы отслеживать. И это все тоже можно достаточно гибко расширять. Ну, логичный вопрос по перформансу, потому что часто слышим, ну, у вас там типа веб, какой-то браузер, что там все там тормозит. На это что можем сказать? Что, да, если у нас, скажем, в чистом виде веб-апплекуха, или там кордова какая-нибудь, где все запихано в WebView, где тяжелый JavaScript, где куча страниц и так далее, да, и все будет тормозить. За счет того, что у нас есть вот этот веб-сервер и логика разделена с вьюхой, во-первых, нет тормозов в ГУЕ, во-вторых, в общем, это все достаточно шустро работает. И если совсем что-то ресурсоемкое нам надо реализовать, это можно прямо в виде нативной экстеншены написать. Значит, дальше у нас есть оптимизация в Ruby машины, которая позволяет интерпретировать не текст скрипта напрямую, а предварительно его собирать в байт-код, называемый instruction sequence, isec. То есть это при сборке он генерируется. Это тоже, на первых, в принципе, положительно влияет. Ну и, скажем так, на современных устройствах веб-движки типа Chromium, они достаточно шустры. Следующий вопрос, который также возникает по поводу пользовательского интерфейса, что, опять же, это веб, это что-то такое кривое, косое и так далее. Тут еще, опять же, в копилку перформанса, например, можно сказать, что мы можем использовать и использовали, практика у нас есть такая, для устройств достаточно слабых, под управлением Windows CE, мы использовали какие-то легковесные веб-фреймворки, типа Framework 7. Он вполне себе работал, хотя, ну, там, поскольку на CE, в принципе, браузер системный такой не очень, ну, там, не сказать, что потрясающий перформанс. Но, тем не менее, с помощью современных фреймворков, CSS стилей и так далее, можно также добиться некоего ощущения нативности в веб-интерфейсе. И этого, в общем, как правило, достаточно для тех применений, для которых предназначена платформа. Я сразу скажу, что если вы хотите написать Instagram, например, да, ну, не надо такие решения использовать, там, и возьмите лучше действительно нативу. Напишите. То есть я тут не являюсь евангелистом ни в коей мере именно веба. В данном случае я, скажем так, хочу донести, что есть инструмент, у него есть определенная область применимости. Вот. Не во всех случаях, конечно, он идеален. Но зато приложения, которые собираются на Ромобайле, в общем-то, работают везде. Они запускаются на всех версиях Андроида. Но Андроид это, на самом деле, самая актуальная, наверное, платформа, которая используется чаще всего. Также, опять же, это, скажем так, следствие долгой разработки в рамках Моторол и Зебры, то, что у нас есть поддержка винции Е6 и Е7, потому что до сих пор достаточно большой парк промышленных устройств работает под управлением этих операционок. Мы поддержали Аврору некоторое время назад. iOS у нас также поддержан, настольная винда и дистрибутивы Linux, включая и Alt, и другие российские дистрибутивы. Так что мы, в общем, в этом смысле покрываем, наверное, особенно лучше всех других спектр целевых операционок. Ну и вот там внизу код, который работает, в общем, на каждой из целевых платформ. Вот какой-то код небольшой, и разметочка HTML, она позволяет, скажем, лазерным сканерам сканировать штрих-коды с терминала сбора данных. Это я там из какого-то нашего примера вытащил. Есть еще функция, которая, скажем так, если нет необходимости использовать фреймворк полностью, есть возможность собрать его в виде библиотеки зависимости для нативного приложения. Ну, скажем, AR-артефакт для того, чтобы в нативный Gradle проект на Android его подцепить, видели бы. Это, кстати, из реального примера. Мы для заказчика это делали. У них было очень много какой-то логики написано на Ruby. Они захотели при этом получить нативный интерфейс, не переписывая эту логику. И для них мы сделали такое решение сборка всего, что у нас есть, в том числе RubyMachine, позволяющая запускать эту логику в нативном приложении. То есть отданы интерфейсы в натив для того, чтобы это можно было вызывать. Ну и, соответственно, это один из режимов, скажем так, работы платформы. Компоненты, которые мы используем внутри, это, ну, я уже перечислил, это RubyMachine, SQLite, Curl, OpenSL. Также опционально можно вместо RubyMachine ноду использовать. Ну, скажем так, все-таки Ruby используется чаще по практике. Внешне мы используем, скажем, Qt для нашего софтверного эмулятора. Он также используется для винтовых приложений, для серверной части Redis. Ну, я не буду здесь на сервере останавливаться. Ну и, как я сказал, Eclipse VS Code для IDE. Так, кратенько по особенностям, именно связанных с бизнес-применением. Ну, тут, скажем так, на функциях защиты данных я особо останавливаться не буду. У нас тем более будет на OSD доклад на эту тему. Вот, пользуясь случаем, всех приглашаю. Ну, реализована часть, значит, некоторые функции, связанные с защитой данных, контролем целостности, противодействием отладке, реверс-инжинирингу и так далее. Поскольку платформа, она дата-ориентированная, есть встроенный ОРМ и возможность на лету синхронизировать данные между бэкэндом и клиентской частью. Ну, потому что, в принципе, в корпоративной среде, скажем так, мобильное приложение, это там той или иной толстоты клиент просто к какому-то корпоративному заднику. Это там CRM-ка, может быть, еще что-то, что угодно. И это поэтому очень такая актуальная штука. Списк API, который мы предоставляем, опять же, он завязан частично на применении в TSD-шках. То есть это беспроводная печать, скажем, для наклеечных принтеров, сканирование штрих-кодов, работает с аппаратной клавиатурой RFID и подобными функциями. Сферы, в которых применяется в продуктовом виде приложение на Ромобайле, они различны. Это и филд-сервис, есть приложение с банкингом, связанное с страхованием, с ладогистикой, ритейлом и так далее. Вот там все вот эти картиночки, они на самом деле не просто так. Действительно, вот эти компании решения либо сейчас применяют в данный момент, либо применяли раньше. Большая часть из этих компаний также у нас, ну кто-то сам использует платформу, кто-то у нас на саппорте сидит из них. Так, если у нас еще есть время на практическую часть, да? Чуть-чуть. Скажем так, до Coffee Break у нас еще минут 10 есть. За счет компактности предыдущих докладчиков. Понятно. Ну, я все равно постараюсь не отнимать сильно больше, чем было оговорено. В финальную уже частью хочу просто практически показать, как в реальности делать приложение на Арумобейле. Тут, скажем так, извините за Windows, что все-таки у нас конференция СПО. Все согласен, Сакс и Моздай, все так. Но винда моя рабочая машина, как бы все это писалось с колес, мне так удобнее. А у нас такое решение, чтобы было удобнее. Для андроида. Вот мы попробуем какой-нибудь Hello World для андроида написать. Из предустановленного у меня стоит Ruby 2.7, андроидовский toolchain в виде SDK, NDK и Tool of, и Qt 5.13, для которого в переменных, Qtdir в общем надо подписать, в environment путь к нему, чтобы все собралось. Значит, что нам нужно? Нам нужно выкачать, в конце будут ссылочки, джем. У нас поставка, ну клиентская часть называется родос, соответственно, то, что без сервера. Вот мы его выкачиваем с нашего сайта, делаем джем инсталл родос 7.5.0, запускаем родос сетап, пишем ему пути к java, sdk, ndk. И говорим сгенерить аппликуху. Аппликуха, значит, вот из шаблона делается, добавляет какие-то файлы. Сейчас дойдем, что это за файлы. Мы сгенерировали шаблон приложения, после чего, в принципе, для Hello World нам это не столь необходимо, но поскольку у нас именно дата-центричное приложение, оно предназначено для того, чтобы работать с бизнес-сущностями, мы здесь сделаем модель. Модель назовем Hello, у нее есть одно поле Name. Там вот дальше можно, в принципе, через запятую, после Name еще какие-нибудь поля написать. Это, в принципе, грубо говоря, можно сказать, табличка в базе данных нашей, которая будет лежать. И генератор добавил там файликов, вот контроллер, HelloControllerRB, Hello.RB это сама моделька, и всякие шаблоны для того, чтобы мы могли отображать интерфейс. Методы для редактирования, редактирования, добавления новых, скажем так, строчек в таблицу и так далее. Вот это, если развернуть, да, вот так и будет выглядеть. Вот есть файлы модели, в ApplicationRB у нас точка входа, есть файлы с настройками рантайма, RoConfig Text, это то, что используется при запуске, уже когда мы запустились, там могут быть какие-то штуки, типа в fullscreen мы работаем, не в fullscreen и так далее. И build.yaml это настройка сборки, где мы указываем целевой аби, например, для андроида, какие-то плагины, которые мы хотим использовать, которые будут при сборке вставлены, ну и так далее. Какой-то шаблонный код у нас сразу нагенерировался, но мы его берем, значит, showRB, то есть это HTML шаблон, который будет у нас показывать некий объект из нашей модели. И мы там немножко напишем hello, возьмем поле name из нашей строчки, из нашего объекта, и скажем, что this is RoMobile. Что дальше делаем? Вот открываем как раз RoConfig, указываем точку входа, что мы будем запускать при старте наш вот этот вот hello-модель. По умолчанию вызовется индекс у hello, индекс, опять же, по умолчанию выберет из локального SQLite все объекты из вот этой таблички hello, и их покажет у нас в страничке с помощью шаблона index. Дальше мы захотим посмотреть на виндовом эмуляторе, как это будет, в принципе, более-менее выглядеть. Выпускает команду Raycon Android Role Simulator. На входе мы видим пустой экран с объектами hello, где мы можем, скажем, создать новый объект, добавляем его, пишем его имя, после чего в списке появляется этот объект. Нажав на него, мы как бы рендерим шаблон show.erb, который показывает нам вот то, что мы там модифицировали перед этим в нашем шаблончике. Но он выглядит как-то немножко не очень, поэтому мы хотим его немного облагородить, перепишем. Уберем колоночку, вот эту слева, name, и ничего не пересобираем, можем нажать сразу refresh, и вот у нас там сразу все стиль B, все жирненько стало, без пересборки изменения отразились. Есть нюансы, это работает только на виндовом эмуляторе, потому что для того, чтобы на живом устройстве, это сделать, да, для этого тоже есть механизм, но это немножко сложнее, там нужно поднимать специальными командами, live update так называемый, но это тоже, в принципе, предусмотрено. Ну и в конце мы собираем под Android финальный наш выходной артефакт. У нас, поскольку все мы в исходниках тащим, там и рубим машину мы собираем и так далее, ну там может минуты три пройти, для того, чтобы мы в итоге получили нужный артефакт. В итоге мы имеем APK-шку и команды Ray, экран Android. Вот точно так же то же самое приложение запускаем уже на настоящем устройстве. В принципе, выглядит точно так же. Ну и то же самое можно сделать с командой run IOS, run Sailfish, например. будет плюс-минус что-то в этом же духе. Вот технической части все. Уже завершая, хочу кудос всем разработки всей передать. Ну, скажем так, это, конечно, далеко не все перечисленные ребята, которые участвовали в создании проекта. Кого вспомнил и чьи фотки нашел? Это общая фотка на момент 2015 года. Ну, кого забыл, ну извините. Ну, про нас тут вкратце, что могу сказать. Мы ТАУ-технологии с 2015 года работаем, вот как независимая компания. Часть команды RU Mobile, собственно, и есть основатели ТАУ. Занимаемся кроме open-source-ных проектов заказной разработкой, R&D, заказной разработкой инструментария, компиляторов и всяких других сложных вещей. На всякий напоминаю, что конференция все-таки про разработку. Все, и здесь не про бизнес, не про политику. Да, да, это просто последний слайд. На комментарии осталось, наверное, минуты две, если они будут. Красивые вопросы. До кофебрейка. Ну, в принципе, все тогда. На последнем слайде ссылочки. Я думаю, они, как презентации все выложат, будут выложены, ссылки будут доступны. Там ссылки на репозитории основные, на уже готовые сборки для скачивания. Пожалуйста, можно загружать, есть контакты. Если есть вопросы, готов ответить. Да, здравствуйте. Вы случайно не участвуете с этой платформой в каких-нибудь проектной деятельности для школ? Вот сейчас очень много разных конкурсов. Вот, может быть, вы войдете в какой-нибудь из них, потому что это действительно интересно собирать под все вообще платформы, а детям как раз вот... Повольствием бы вошли. Ну, тогда в данный момент не участвуем, но готовы нам. Клар, поговорим, предложение есть. Давайте. Еще вопросы? Тогда приглашаю всех на кофе-брейк. А, ага. Спасибо за доклад. Очень круто. А вот насчет open-source. Здесь всякие лицензии обсуждались. А кому принадлежат права на RomoBank? Хороший вопрос. Ну, скажем так, есть репозиторий на GitHub, открытый, он как бы под аккаунтом зебровским. Есть еще торговая марка. Она, кстати, просрочена, зебра ее не продлевала. Ее можно заклеймить. Права принадлежат лицензии MIT, они принадлежат, я так понимаю, разработчикам, но мы регистрируем продукт уже как отечественный, мы его будем форкать, мы его точнее уже форкнули, и под именем того платформы будем на себя право рекать, на того технологии. Спасибо. То есть это будет полностью отечественный продукт. Все на перерыв. Благодарим. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok